А сегодня мне хочется поговорить о том, есть ли у человека гарантии благополучия. Может ли человек быть уверенным в своих благополучия в своем? Вы знаете, Иисус сказал очень интересную притчу, у Луки записанная, 12-21, кусочек вам прочитаю. Мне кажется, вы помните эту притчу, когда человек понадеялся на себя, на свое богатство, на свое изобилие. И сразу начал думать, как же ему это богатство применить, как расшириться, чтобы все сохранить. На годы и годы. То Иисус говорит, безумный. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Вы знаете, невозможно себя обезопасить, живя без Бога. Но некоторые даже хотят себя обезопасить и от Бога. Спрятаться от Бога. Сохраниться от Бога. И думают, что рука Божья не достает, не видит Его глаз, не слышит Его ухо. Но какое это безумие. Так и хочется сказать, безумный. И твоя жизнь, и твое дыхание, и все, что ты имеешь, все от Бога. И что возможно от Него утаить? Или как можно так закрепить за собой, чтобы Бог не мог взять? Если Он пожелает. Если Он увидел, что это надо забрать, потому что тебе во вред. Знаете, я хочу зачитать вам некоторые слова. Как в своем безумии инженер сказал, который построил Титаник. Я зачитаю, вы слышали их, но я хочу напомнить. Когда Он окончил строительство, работ. И на вопрос репортеров. Насколько безопасен будет Его чудо. Ковчег, так сказать. Корабль. Он с иронией в голосе ответил. Теперь даже Бог не сможет Его потопить. Что с Титаником? Вызов Богу был брошен. Когда человек думает, что Он так себя обезопасил. Что ничего не грозит. Ему и Бог не сможет это отнять. Я все обезопасил. Хочется сказать, безумный. Я вам прочитаю еще один случай интересный. Когда человек понадеялся и самоуверенно заявил. Когда человек вернулся в себя, он так уверен в себя. Что Бог не в силе ничего сделать. Это был политик Бразилии. Танкредо де Амайдо Невес. Танкредо де Амайдо Невес. Во время своей президентской избирательной кампании публично сказал. Если я наберу 500 тысяч голосов в своей партии. То даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста. Конечно же, Он набрал эти голоса. Но внезапно заболел. И за один день до того, как стать президентом, скоро постижно умер. Что может сохраниться от Бога? И когда человек бросает ему вызов, что будет с таким человеком? Гордость человеческая равна его безумию. Все, что человек старается и надеется сохранить без Бога, уже потерял. И те, которые надеются утаить от Бога, уже потеряли. Это человеческое безумие. Я вам скажу, что Иисус дал как бы формулу, как можно сохранить что-либо. Все, что тебе дорого, все, что тебе драгоценно. Все, кто тебе дорог, враг и драгоценен. Что нужно сделать? Отдать Ему. Отдать Господу. Доверить. Все, что доверено Ему, Он будет хранить. Он будет за этим бдить. Только то, что находится вне Его, не Ему не дано. Враг имеет на это права. Он не под Его охраной. Не под Его безопасностью. Поэтому то, что ты хочешь сохранить, дай Господу, доверь Господу. То и будет благословлено, что ты Богу посвятил, Богу отдал, доверил. Но что человек оставил себе, даже если собственную душу, он ее потерял. Даже собственную душу. Представляете, Иисус говорит, ты потерял. Потому что оставил себе. Поэтому Иисус сказал однажды, что то, что человек хочет сохранить, должен отдать Ему. То, что ты дал Господу, то ты приобретешь еще. Преумножиться. Потому что все, что человек оставил себе, он оставил от Бога. Спрятал от Бога. А то, что отдал Ему, дал на Его попечение. Иногда тяжело семью свою дать Богу. Ну как мы Ему, ну как вот, вдруг я вот отдам сына, дочь там, и что начнется? Это какое мнение о Боге? Это как человек не знает Бога? Насколько не знает, с кем он имеет дело, и кому он должен доверить? Доверие Богу, когда ты полностью Ему даешь. Все права. Особенно на то, что тебе дорого, и кого ты любишь. Ты не можешь говорить о том, что ты Бога любишь, доверяешь Ему, если ты боишься Ему что-то дать. Если утаиваешь от Него что-то, о каком доверии идет речь? Если к примеру так будем говорить, если ты не доверяешь Богу свои финансы, свое имущество, свою семью, свое здоровье, свою жизнь, что можно сказать, ты доверяешь Богу? Ты надеешься все это сохранить без Бога? У тебя есть гарантии, что это сохранится? Знаете, мне хочется прочитать Матфея 6, 26-27. Как Иисус сказал, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? Отношения с Богом, они всегда строятся на доверии. Если ты не доверяешь, отношений с Богом у тебя никаких нет. Вы сами знаете даже по жизни. Если вы кому-то не доверяете, есть ли у вас с ним близкие отношения? Или дружеские отношения? Уже нет дружеских отношений. Только те, которые доверяют, доверенные друг другу, это дружба. И Бог ищет именно такие отношения, когда ты можешь Ему доверять, и когда Он может тебе доверять. Только тогда, когда ты Ему верил все, у тебя начинаются с Ним близкие отношения. Ты начинаешь быть Его другом. Даже сам Бог ищет вот этих отношений с нами. Он так хочет, чтобы мы Ему доверяли. Он так хочет, чтобы мы Ему верили все. Иисус об этом говорил сколько раз. Он хочет, чтобы мы Ему верили все. Он говорит так много вещей об этом. Библия показывает столько примеров, что именно те становились друзьями, которые отдавали все, доверяли Богу полностью. Когда Авраам стал другом Богу? Когда? Когда он был испытан. Вы знаете, что дружба всегда испытывается. И чтобы доверять, тоже надо испытать. Правда? Просто так ты не доверишь все свое состояние кому-то, прохожему. Ты должен быть в нем уверен. И Бог тоже не может просто так нам всем доверять. Он испытывает нас. И Бог не может просто доверять нас. Он тестит нас. В разных ситуациях, насколько мы избираем Его всегда, в любой ситуации, Он, Он, Он главный. И Авраам он испытывал. И под конец назвал другом. Когда? Когда Авраам доверил всецело, самое сокровенное и драгоценное. Можно сказать, в сыне была его душа, его жизнь. И он настолько ему доверял, Богу. что даже когда он шел на эту гору море, чтобы приносить сына в жертву, он верил, что Бог усмотрит. Не, вы представляете, да? Он шел, у него был нож с собой, у него были дрова, и жертва шла рядом, его родной сын. И он верил Богу. Он доверял, он говорит, Бог усмотрит. Даже когда сын его спросил, папа, а где жертва? Он говорит, Бог усмотрит. Когда сын спросил, где жертва? Он сказал, Бог усмотрит. И что говорит о нем, Бог мой друг. И Бог говорит, мой друг. Вы понимаете, как Бог испытывает? Ему не нужна такая жертва. Но он испытал Авраама, чтобы назвать его другом. Давид, он тоже был много раз испытан. И он даже под конец сказал, вы знаете, что все пути предаю Господу. Что такое все пути? Подумайте, что он имел ввиду? Иду направо, иду налево? Нет, это вся моя жизнь. Все в моей жизни. Все, что со мной связано, все предаю Господу. Потому что Бог совершит, как сказал Давид, Псалом 36,5. Вы представляете, какое доверие? Когда ты вот так доверяешься, когда ты кладешь всю свою жизнь, все драгоценное в руки Бога, как по-вашему, что Бог делает? Выбрасывает? Он дорожит тем, что Ему доверили. Он дорожит. Если ты, человек, столько неверный, когда тебе что-то доверят, дорожишь этим? Чтобы вернуть, чтобы не потерять, чтобы не украли. Насколько Господь дорожит, будучи праведным, всем тем, что Ему доверили. Чтобы не только тебе дать, у Бога есть иначе планы, но еще и приумножить. Посмотрите на Моисея, как он полностью верился в руки Бога, когда согласился, верился. Он посвятил Богу и себя, и свой дом, все. И последовал за Богом. Что-нибудь он утерял? Не утерял. И дети были, и жена была. Хотя он сначала все оставил и пошел. Но Бог ему вернул. Какой-то отрезок он прошел один, но Бог ему вернул. В целости, в сохранности. Он не бросил то, что Ему было доверено. Бог не оставил ни жену, ни детей Его, ни тестья. Бог никогда не бросает то, что вы Ему уверяете. Бог строит отношения на доверие Ему. Не думайте, что если вы не будете Ему доверять, у вас будут отношения с Богом близкие. Вот такие же и будут отношения. Вы Ему не доверяете, а Он вам. Вы будете призывать, призывать, призывать. Он будет смотреть нас со стороны и видеть, ну, сердце-то у тебя какое. Лукавое. Прячешься от меня, скрываешь от меня что-то, от меня бережешь. О каком доверии идет речь? Кто я для тебя? Разве я для тебя Бог? Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Как мне нравятся эти слова. Но когда Он твой Бог, значит, все Ему принадлежит. Он же Бог. Вы знаете, когда есть царь, то все твое принадлежит Ему. Потому что Он царь над этой землей. И твой дом тоже Его. И ты Его, и твои дети Его захочут, возьмет в слуги. Понимаете? Все Божье. Но Он ничего не берет. Он хочет, чтобы ты сам посвятил. Чтобы ты сам доверил, сам дал. Апостолы. Возьмем пример апостолов. Как они доверяли Богу. Вы знаете, что такое, какое выражение есть? Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Насколько вы глубоко понимаете это выражение? Это сказал Павел Колоссянам 3.3. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Что является вашей жизнью? Только то, что вы дышите? Я думаю, ваша жизнь, это ваше окружение, правда? Это ваша семья, ваши близкие. Не так ли? Вот все это, если не сокрыто в Боге, то где оно? Вне Бога. Как можешь ты быть сокрыт в Боге, а все твое вне Его? Невозможно. Или ты в Боге, или ты вместе со всем остальным вне, и рядышком. Как описывает Матфей решение апостолов? Они избрали такую жизнь, чтобы быть сокрытыми в Боге. Сейчас я вам прочитаю кусочек. Вот так можно быть сокрытым в Боге. Когда Петр сказал Иисусу, вот мы все оставили, да, и последовали за тобой. Что же будет нам? Вот все оставили, последовали за тобой, что будет нам? Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в поки бытии, то есть там, на небесах, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. И все, judging the twelve tribes of Israel, и everyone who has left house, of brothers and sisters, of father or mother, wife or children or lands, for my name's sake shall receive hundredfold and inherit eternal life. А последние первыми. Отношения с Богом как с другом чего-то стоят. Чего-то стоят. И апостолы оставили все. Последовали за Господом. У них ничего не пропало. Ни их семьи не пропали, ни их дома не пропали. Все было под покровом Господа. Обо всем заботился Бог. О их доме, о здоровье в их домах. Обо всем заботился Бог. Потому что Бог становится другом. Вы знаете, какие слова сказал однажды Бог израильтянам. Твои друзья мои друзья твои враги будут моими врагами. Вы что-то слышите? Хотите иметь такого друга? Дружите с ним. Твои друзья становятся его друзьями. Твоя семья его семьей. Возьмем пошире. Это так. Твои враги его враги. Можно тогда сказать, если Бог за нас, кто против нас. Кто хочешь, может это сказать, но извините, Бог за вас или нет, надо еще подумать. Но когда ты в таких отношениях, тогда ты смело можешь это говорить, исповедовать и так жить, не боясь, потому что знаешь, что Бог за тебя. Кто против тебя? А почему Бог за тебя? А потому что дружу с Ним. А потому что все доверил им. А потому что все, что мое уже не мое, его. Когда всем управляет Бог, по Его воле, вы знаете, что все в управлении мудрости, даже скажу премудрости. У кого из вас больше мудрости, чем у Бога? Кто из вас думает, что лучше управлять семьей, к примеру? Лучше управлять своей судьбой, своим житьем на этой земле? Есть у нас такие умники? А может и есть. Поэтому не дают Бога. Он говорит, я лучше знаю. Что мне надо, я лучше знаю. А вы знаете, что когда ты доверяешь Богу, все. Не на словах, а на самом деле. Предал Господу пути Свои Он совершит. Все совершается в премудрости. Вы знаете, когда Иисус сказал, когда ты даже душу Свою не пожалеешь, отдашь душу Свою, да? Это значит, жизнь доверил Богу. А что входит в твою душу, в твою жизнь? Все, все, что ты имеешь. Знаете, это все ты должен посвятить Богу для того, чтобы сохранить. как Павел говорит, умоляю, предоставьте тела ваши в жертву живую, Богу угодную, да? А скажите мне, возможно, предоставить Богу тело свое и не предоставить то, что к этому телу принадлежит? и не предоставить вещи, которые принадлежат к телу. То, что с этим телом очень связано. Например, я скажу, с моим телом связаны все мои дети и внуки. Все это по плоти мое и по душе мое. И если я предала себя Господу и свое тело Господу, то я не могу их не предать Господу. все тогда посвящаю Господу. Я знаю, что Он совершит. Я в Нем уверена. Он же Бог, притом верный, притом всемогущий, всесильный и вселюбящий. Кому доверять? Вы любите своих? Дайте Богу. Доверьте Богу. Потому что Он любит больше, чем вы любите. больше. Это вы думаете, что вы любите больше. Но вы поверьте, что вы не умеете так любить, как любит Бог ваших детей. Вы не умеете так любить ваших внуков, как любит Бог. И вы даже не умеете себя так любить, как любит вас Бог. Вы даже не умеете ценить свою жизнь, как ее ценит Бог, который дал вам эту жизнь. Знаете? Поэтому вы можете делать то, что во вред вашей плоти даже и вашей жизни. А Бог о вас продолжает заботиться и хранить. Я иногда думаю, Господи, как Ты хранишь людей? В некоторых случаях давно бы уже инфаркт разбил. Ничего. Только Бог хранит, понимаете? А почему хранит? А потому что Ему принадлежит. Вот почему хранит. Если мы себя предоставляем Господу в жертву живую, Богу угодную, на разумное служение, то готовьтесь, это все цело. Со всем душевным, со всем плотским. Со всем капиталом. Понимаете? Все, чем ты богат. Все, чем ты дорожишь. Предоставь Господу. Для чего? Для сохранения. Для того, чтобы оно сохранилось. Это называется посвящение. Остальное не является посвящением. Это посвященные люди, которые служат Господу. А другие наемные работники за определенную плату, пусть даже не финансовую. Ну, это за какую-то оплату. Вот на небе что-то там, хоть спасение получил. Немножечко здесь побыл, послужил, и все, и пошел домой к себе. Вот деленное место, это мое. Все, что принадлежит мне. Ты не служитель Божий, ты не раб. Ты наемник. Господь не имеет прав на твое, ты не дал. У тебя есть определенное время, которое ты посвящаешь. И Бог не называет это жертвой. Это не жертва, мои дорогие. И Павел тоже не считал это жертвой. Такие отношения не строит с Богом дружбу. Когда ты посвящаешь себя полностью, как жертву живую, значит, ты посвящаешь целиком. И Он вправе распоряжаться. Если ты отдал, Он вправе распоряжаться. И вы поверьте, что бы ни видели ваши глаза, это все во благо. Какое бы решение, какой поворот бы в судьбе не было у человека, который посвятил себя Богу, все во благо. Он может что-то забрать. Потому что Он знает, что это тебе во благо будет, если заберет. Может что-то дать с лихвой, потому что знает, тебе это надо, и это тебе во благо. Но все тебе будет во благо. И мы цитируем эти слова, да? Что верующему, живущему по Его изволению, все содействует к Богу. Прекрасно. Но живущему по Его изволению. А живущий по Его изволению, это тот, который себя полностью посвятил. Который Ему все доверил. Вы знаете, как интересно Бог предупредил Израилям. Еще когда они должны были вступить в землю обитованную, Он им сказал, даст силу приобрести богатство. Интересное выражение, да? Я дам вам силу приобрести богатство. Для этого нужна сила. Конечно, это сила непростая, это не физическая даже сила. Но, но, никогда не перепиши это себе. Никогда не перепиши, что это ты сделал, твоим умом, твоей рассудительностью, твоими возможностями, твоими способностями. Никогда не перепиши, что ты делал с твоей собственной силой, силой, способности, силы. Детероним 8, 17, 18. Предупреждение. И чтобы ты не сказал сердце твое. Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобрести богатство. Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам твоим. Что это значит? Что значит, что ты не говоришь, что это ты, твоей рукой, твоей силой? Не присваивай. Проще можно сказать, не присваивай. Ни славу Бога не присваивай, ни то, что имеешь, не присваивай. Что ты имеешь, человек, что не дал бы тебе Господь? Он дал тебе силу это приобрести. Он дал тебе возможность вот эту работу получить. Он расположил сердце, чтобы ты получил такую зарплату. А ты от Бога это прячешь. Молодец. Все видит Бог. Все видит Господь. Отдайте Господу то, что вы хотите, чтобы сохранилось. Ввияйте себя полностью Господу. И Он обеспечит всем необходимым. Почему? Потому что Бог печется о своих. Первое Петра 5, 6, 7 говорится. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас свое время. Посмотрите, о чем шла речь. Мы можем по-всякому понимать это выражение, но дальше идет очень интересно. В чем должны были смириться? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. А о чем тогда заботиться? А говорится дальше? Ищите прежде всего Царство Божие. И правду Его. Остальное все приложится. Поставьте Бога на первое место. Пусть Он станет вашим Господом, вашим Богом. В этом и есть поклонение. Не просто, что мы сейчас песни спели. Поклонитесь Ему всей своей жизнью. Он превознесет вас свое время. И что? И позаботится о вас. Ваши заботы возложите на Него. Земное возложите на Него. Ищите небесное. И это не значит не работать. Нет, не значит. Но и работая, все возносите Ему. Все заботы Ему. Работая, прославляйте Бога. Все зависит от отношений с Богом. Насколько ты действительно смирил себя. То есть, полностью себя вверил в Его руки. Доверил. Не на словах, на действия. Вы знаете, как сказал Господь? Никто не может служить двум господам. Никто не может служить двум господам. Это просто невозможно. Ты одному будешь усердствовать, а другому не родить. Разве вы не знаете этого? Все мы знаем это. А исполняем ли? Вот вопрос. Не можете служить и Богу, и Мамоне. Служить надо Богу, а Мамона будет служить нам. Вы поняли? Это не значит, что вы лишитесь этого всего. Но поставьте на правильные места. Вы служите Господу, Мамона вам. Вы служите Мамоне, Господь в стороне. Тогда что происходит? Тогда вы теряете. Многое теряете, а главное, теряете душу. Вы знаете, что я видела, и я думаю, вы тоже видели, что люди за несколько месяцев могли полностью потерять все, что имели. Я видела, и я уверен, что вы тоже видели, многие разы, что люди потеряли все, что они имеют. Я видела, как теряли свое здоровье неожиданно. На кого рассчитывали? От кого ждали? Все, теряли за несколько месяцев. Я видела, как за одну ночь человек разорялся. Терял все свое богатство, на что надеялся. Все свое состояние в шоке. За одну ночь можешь не проснуться. Кто за тобой должен смотреть? Кому ты должен верить, чтобы спать спокойно? Все беспокойство у тебя уйдет, когда ты все отдашь Господу. Что человек может сохранить? Ничего. Чем может быть уверен? Ни в чем. Только в Боге. Только когда ты отдал Богу, ты можешь быть уверен. Потому что Он все сохранит. придайте пути Господу, и Он все совершит. Тогда у вас есть уверенность. Тогда пройдут всякие страхи. В Боге есть уверенность. Это говорил и Господь наш. Как сказал Он тогда тому богатому юноше, безумный. Понимаете, это безумие, когда человек на что-то надеется свое, своими руками, я. Сохраню, вот мне хватит, меня еще на моих потомков хватит. Безумие. Он назвал это безумным. В одну ночь приду и заберу, и что? И на то, что ты надеялся, где? Подую, и не станет. Подует Бог, и не станет. Дунет, и не будет. Вы знаете, смешно сказать. В пятницу мы здесь пели, прославляли, читали Писание. А в это время совсем недалеко от нас был смерч. Крыши поснимало, машину попереворачивало, заборы попереломало. А мы пели, прославляли, домой пришли спокойно. Если бы не посмотрели телевизор, не знали бы. Почему? Потому что Бог заботится о нас. Бог заботится о нас. Я вам скажу еще один случай свой. Когда жила в Тбилиси, было сильнейшее землетрясение, тогда в Спитаке. Вы знаете, что случилось? Многие знают. И наш дом настолько трясло, настолько ударило в пол. Я жила на седьмом этаже, что Рома даже упал. Все повылетали со страху, потому что дом мог рухнуться. Я сказала, буду стоять здесь. Почему? И Рома Костанелло был мальчиком, еще я говорю, стой. Там, где мы, Бог будет хранить. Я хочу, чтобы дом сохранился. Все рухнет, мой дом будет стоять, потому что я здесь. Я никто, я просто дитя Бога. Я просто его люблю, я просто ему все доверил. И когда ураганы дули у нас, и когда выбивали рамы, я говорю, это дует мой Бог, мне ничего не будет. И ничего не было. И рама у нас не выбила, ничего больше. Понимаете? Доверьте Богу, если хотите что-то сохранить. Дружите с Господом. Посмотрите на Йова. Мы знаем, была причина. Бог позволил у него все забрать. И Иов не огорчился настолько, чтобы, как жена говорила, проклини Господа. Он сказал, Бог дал, Бог взял, но Бог силен вернуть. И он остался верен. И что говорится? Я прочитаю просто на интерес. Иов 42, 12, 13. И благословил Бог последние дни Йова более чем прежние. У Него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяча ослиц. И было у Него семь сыновей и три дочери. Бог вернулся сбытком. Иногда мы теряем. Что-то нужно. Бывает для проверки нашей веры. Помните, Бог вернется сбытком. Если ты верен Ему, если ты остался в вере, если ты умеешь благословлять Его несмотря ни на что, это верность Господа, это дружба. Он дружит, Он умеет дружить. Он умеет, лишь бы мы умели. Дружба с Богом единственная гарантия. Сохранить вас в вечную жизнь. Сохранить дома ваши, здоровье ваше. Все. Это дружба с Богом. Понимаете? Вы знаете, что когда мы кладем наши финансы в банк, на сохранение, кто пользуется всем тем? И в каких целях? Я думаю, ни от кого не сокрыт. Насколько ваши денежки, пока вы их не потребовали, используемы на недобрые дела? А то, что вы даете в банк вечный, Бог использует, но с прибылью на добрые дела. Вот и думаете, где в Боге богатеть? Или в другом месте? Мои хорошие, доверяйте больше Богу. Веряйтесь в Господу. Доверьте Богу ваши дела, ваши дома, ваши семьи. Вашу жизнь доверьте Богу. Потому что только Он силен вас повести и привести и ввести в небеса. Только им можно быть богатым, все можно потерять. Но самое великое богатство, то, что никогда не потеряете, это Бог ваш друг. Самый близкий друг. Который о вас заботится и который все вам даст и даст с избытком, если вы остаетесь верны. Все от нас. И тот, который все оставит ради Него, во имя Его, никогда не постыдится. Знаете, почему? Потому что Бог сказал, не покину и не оставай. Просто подумайте, кому вы хотите доверять больше? Своим силам? Чему-то в этом мире, что может вам помочь сохраниться? Или Богу, который хранитель наш. Я вас благословляю, мои дорогие. И я благословляю вас.